Привет всем, вы на канале AndroNews. Наверное, главным событием для всех поклонников компании Meizu в 2017 году станет этот день. День, когда производитель показал свои новые флагманы, многими долгожданные. Но стоит ли радоваться фанатам? Это вопрос. Давайте разбираться. Многие ждали, что производитель покажет сразу две версии смартфона, Pro 7 и Pro 7 Plus. Так и произошло. Но не все предсказания сбылись. Об этом позже. Ну что же, как и предполагалось, обе версии получили цельнометаллический корпус. И главной их особенностью стал второй дисплей на тыльной панели, на котором отображается время, дата, погода, уведомления, вызовы. Можно управлять аудиоплеером, а также можно установить заставку, когда смартфон находится в ждущем режиме. Как вы видите, дисплей небюджетный. Матрица AMOLED с плотностью 307 пикселей на дюйм. Этот дисплей также пригодится для селфи на основные камеры. Да, их тоже две. И это снова первый опыт для смартфонов Meizu. Передок в новинках оставили без изменений. Старый добрый стиль. А вот на задниках они здорово потрудились. Даже если не брать во внимание второй дисплей, мы видим шлифованный металл, что как-то непривычно для продуктов данного бренда. Логотип также перенесли в непривычное для нас место. Правый нижний угол. Все остальные элементы корпуса остались на прежних местах. Аудиоджек, динамик, порт USB-C и микрофон на нижнем торце. Механические кнопки на правой грани. Лоток для двух сим-карт формата nano на левой. Карты памяти девайс поддерживать не будет. По габаритам новые флагманы Meizu не стали уходить от традиции. Размеры плюс-минус, как и у Pro 6 и Pro 6+. Диагонали те же, 5.2 и 5.7 дюймов, с матрицей AMOLED и разрешением Full HD и Quad HD соответственно. Сканер отпечатков по-прежнему остался на лицевой панели, в кнопке M-Touch. Выпускаться новинки будут в следующих расцветках. Черный, красный, золотой и металлик. В зависимости от модификации, все варианты у вас перед глазами. Подводя итоги относительно внешнего вида флагманов, Meizu можно похвалить за то, что они пошли на риск и ушли от своего стандартного дизайна и показали миру что-то новое. Но вопрос тут заключается в том, как публика оценит этот жест. Пишите свое мнение в комментариях, нравится ли вам дизайн новых флагманов компании, или вы бы предпочли привычный дизайн смартфонов Meizu. Главным противоречием среди пользователей в сети, как всегда, стала техническая составляющая продуктов. Кто-то говорит, что ему наплевать на мощность процессора, главное удобство использования. А кто-то ругает Meizu за сотрудничество с умирающим чипмейкером Mediatek. Сразу скажу, что чудо в Pro 7 и Pro 7+, мы не увидим. Новинки все же получили процессоры от Mediatek. Но, как и сообщали ранее инсайдеры, вариантов будет много. Давайте по порядку. Pro 7 производитель будет предлагать в следующих вариациях. Ну и Pro 7+. Все варианты у вас перед глазами. Как мы видим, Meizu решили охватить практически всю аудиторию. И тех, для кого важна игровая производительность, и нет. Хотя насколько Helio X30 игровой, пока что судить рано. Нужно самостоятельно делать тесты. Далее мы рассмотрим, какие варианты памяти, в каких модификациях предлагает производитель. И снова вся информация у вас перед глазами. Как мы видим, в этом плане Meizu не стали отставать от конкурентов. И показали свое устройство с 6 гигабайтами оперативной памяти на борту. Что касается камеры, некоторые предполагали, что с появлением второго дисплея, надобность во фронтальной камере исчезнет. Но нет, любители стандартов останутся довольными. Фронталка тут есть, на 16 мегапикселей, со светосилой f2.0. В качестве основной камеры используются два модуля от Sony на 12 мегапикселей, со светосилой f2.0. Один монохромный сенсор, второй цветной. Оптической стабилизации изображения, увы, нет. За время автономной работы в Pro 7 ответит аккумулятор с емкостью 3000 мАч. А в Pro 7 Plus 3500 мАч. Кроме этого, между двумя модификациями есть разница в типах быстрой зарядки. Pro 7 Plus получил фирменную зарядку M-Charge 4.0. По заявлениям производителя, аккумулятор за полчаса можно будет зарядить на 67%. Из дополнительных фишек могу отметить наличие выделенного аудиочипа во всех версиях смартфона. Теперь я отвечу на главный вопрос. Сколько за каждую из версий просит компания Meizu? Смотрите и наслаждайтесь. В кавычках, конечно же. То есть, правильно ли я понял, что за Helio P25 я должен буду отдать 460 долларов, если я буду покупать смартфон через ритейлера? Факт, да за эти же деньги можно приобрести OnePlus 5. Я не хочу это комментировать. За то, что Meizu сделали что-то действительно новое, им респект. Но за цену огромнейший минус. Камеры здесь не топовые. Железо здесь не топовое. По сути, мы должны отворить бешеную сумму денег за инновацию в виде второго дисплея на тыльной панели. Тут каждый сам для себя сделает вывод. Кто-то скажет, что он покупает не процессор, а смартфон в целом. Ну а кто-то сделает более объективный вывод. Я следующее прочту ваш комментарий под этим видео, что вы думаете по поводу Meizu Pro 7. И я вам скажу больше. После этого я подведу небольшую статистику, кто что думает об этом смартфоне, на нашем сайте andronews.com. Ставьте пальцы вверх под этим видео для того, чтобы поддержать наш проект. Подписывайтесь на мою страницу в инстаграме, потому что именно на этой странице я постчу все актуальные новости касательно того, что выпускается. Подписывайтесь на наш канал в ютюбе. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.